Вот так выглядит один из дворов в центре Уфы, а так рядовой двор в микрорайоне Инорс. По данным управления жилищного хозяйства в столице, в прошлом году было установлено порядка 40 детских площадок, из них только 5 в Калининском районе города. Фактически детям микрорайона негде играть. Каким же образом местные власти намерены решить данную проблему? Горы снега, грязь и полное отсутствие игровой зоны для детей. Так выглядит почти каждый двор Калининского района. С приходом весны эта проблема становится все актуальнее. Родителям просто некуда вывести детей. Район вроде небольшой, детей не так много. Особенно, как говорят наши работники, у вас плотность населения маленькая. Но у нас же не 5 человек, вернее на весь район, не на каждый дом, а на весь район. У нас гулять совершенно негде. Вот у нас пустой двор, то есть каждый двор такой же. То есть нет вообще ничего. Но родители малышей по улице Сельская Богородская не теряют надежды. Они верят, что в ближайшее время в их дворе появится новенькая детская площадка. И тогда не надо будет ломать голову над тем, куда же пойти с ребенком вечером. Обратилась, написала на сайт Уфа-Сити. Мне там не прикрепили даже ответчика. Я не дождалась. Написала на сайт «Свободная республика» вроде бы называется. Написали, что ответ мне пришлют 14 апреля официально. То есть я буду ждать пока ответа официального. Администрация Калининского района подтверждает, что поступает много жалоб о нехватке детских площадок. Но помочь всем и сразу они не в состоянии. У нас примерно 160 дворов в районе. И мы не можем сразу в 160 дворах сразу поменять на новые сертифицированные игровые площадки. Хотя город помогает нам в этом плане. Каждый год мы меняем по 5-6 площадок. Двор по улице Сельская Богородская, 15. Местные власти обещали не оставлять без внимания. Несмотря на то, что места, где появляются площадки, уже определены в этом году. И план изменить вроде как нельзя. А именно по этому адресу, значит, я обещаю людям, что мы найдем инвесторов, кого-нибудь других, которые могли бы там установить хотя бы 5-6 элементов детской игровой площадки. Безусловно, новость хорошая. Только подобные вопросы нужно решать комплексно. А согласно нынешнему положению вещей, каждый двор Калининского района получат по детской площадке приблизительно к 2040 году. И то, при условии, что в этой части города больше не появится ни одного двора. Анастасия Жилкина, Дмитрий Янченко, Рустем Валидов. Специально для Уфа1.ру